Анатолий Юницкий. Исторические предпосылки программы Spaceway как единственного пути устойчивого развития цивилизации технократического типа. Читает Михаил Кириченко. По существующим оценкам, на Земле в настоящее время насчитывается около 14 миллионов видов живых организмов. Причем число описанных видов, то есть известных науке, составляет 1 750 000, это всего 12,5% от предполагаемых. Каждый час на Земле исчезает примерно 3 вида живых существ, то есть более 70 видов погибают ежедневно, более 26 тысяч ежегодно. Некоторые из них исчезают по естественным причинам, так и происходит эволюция, но все большая часть по антропогенным факторам. Эти виды пропадают с планеты навсегда, невосполнимо. Однако природа создала эти формы жизни не для того, чтобы их кто-то уничтожил. Ведь они уникальны. Нашим даже самым продвинутым инженерным технологиям весьма далеко до технологии Творца. Не только любое живое существо, не только какой-либо его орган или отдельно взятая клетка невообразимо сложны, но даже его отдельный маленький винтик – макромолекула ДНК, несущая генетическую информацию. У человека порядка 100 тысяч генов. В сотни тысяч раз сложнее, например, Боинга. У самолета несколько миллионов деталей. А в этой органической макромолекуле содержатся сотни миллиардов деталей – атомов десятков химических элементов из таблицы Менделеева, структурированных в необычно сложную и надежную конструкцию, проверенную миллионами лет эволюции, к тому же способную к самовоспроизводству. На нашей планете интенсивно растет число аллергий, раковых, легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также генетических нарушений и наследственных болезней человека, обусловленных заражением воды, воздуха и почвой. Происходят необратимые изменения ландшафта, почв, исчезают леса, загрязняются реки, моря и океаны, интенсивно разрушается озоновый слой, защищающий все живое от губительного жесткого излучения Солнца. Причин негативных изменений в биосфере Земли множество. Но что является первоисточником этих процессов? Только поняв это, можно избежать деградации биосферы и человечества как одного из биологических видов, а также определить пути гармоничного развития нашей земной техноцивилизации в будущем. По современным представлениям, жизнь зародилась на Земле около 4 миллиардов лет назад. Развиваясь, приспосабливаясь к существовавшим тогда на планете условиям, живые организмы начали преобразовывать окружающую среду. Эти трансформации были не меньшими, чем те, которые происходили с живыми организмами по мере их развития и совершенствования. Так, на мертвой вначале и пустынной планете появилась содержащая кислород атмосфера, живая плодородная почва, коралловые острова, озоновый слой, современный природный ландшафт с его саваннами и лесостепями, болотами и тундрой, тайгой и джунглями. Так появилась биосфера, в которой миллионы видов живых организмов и преобразованная ими планета за миллиарды лет идеально друг к другу подогнаны. И здесь нет ничего лишнего. На что следует обратить особое внимание? Вся биосфера голубой планеты создана из отходов и на основе отходов жизнедеятельности живых организмов. Кислород и, соответственно, озон – это отход фотосинтезирующих бактерий и зеленых растений. Плодородная почва и гумус – все это в свое время умерло и прошло через чей-то желудок и кишечник, в том числе почвенных микроорганизмов и земляного или дождевого червя. Но вот появился человек, который, благодаря разуму, стал усиливать мощь своих мускулов, органов чувств, интеллекта, начал создавать технику, осваивать технологический процесс. Это произошло давно, сотни тысяч лет назад, когда первобытные люди только пробовали изготавливать первые примитивные орудия труда, а затем стали готовить пищу на костре, выделывать шкуры зверей в своем доме, пещере. И в 20 лет умирали от рака легких, в их доме стоял смог. Однако они выжили, догадавшись вывести технологии своего дома в окружающую среду – биосферу. И биосфера планеты стала для зарождавшейся цивилизации домом. Даже не домом, а одной единственной комнатой, не имеющей перегородок. Именно тогда человечество избрало технологический путь развития. И нам не дано сегодня это изменить. Современная индустриальная мощь земной цивилизации – лишь логическое развитие технократического направления. Homo sapiens, объединяясь в локальные социумы, а затем, при появлении индустрии, в планетарную цивилизацию, стал в настоящее время качественно иным – Homo technocraticus. В 21 веке человек технократический фактически сузился до понятия «человек-асфальта», так как большая часть человечества стала проживать в городах. При этом на нашей планете, закатанной в асфальт, оказалась территория, равная по площади пяти Великобритания. Это почва мертва. На ней не растут зеленые растения, вырабатывающие кислород, которые так необходимы нам для дыхания. Почвы на территориях в 10 раз больших, прилегающих к автомобильным дорогам, деградированы и загрязнены канцерогенами от выхлопных газов и продуктов износа шин и асфальта. Только автомобильные дороги мира, а их протяженность составляет свыше 30 миллионов километров, ежегодно убивают на планете около полутора миллионов человек и на порядок больше делают инвалидами и калеками. Более того, дорожно-транспортные происшествия являются восьмой по значимости причиной смертности во всем мире и, что важнее всего, главной причиной смерти детей в возрасте 5-14 лет и молодых людей в возрасте 15-29 лет. А сколько миллиардов животных, домашних и диких, больших и маленьких, они убивают. Никто этого даже не знает. Только автомобили сжигают более 2 миллиардов 200 миллионов тонн топлива ежегодно, пропуская через высокотемпературное горение более 35 миллиардов тонн живительного воздуха, выжигая при этом из атмосферы более 7 миллиардов тонн кислорода. Столько кислорода производит за целый год, например, сосновый лес площадью в 240 миллионов гектаров. Заводы, фабрики, электростанции, станки, автомобили и иное инженерное оборудование в техносфере, созданное техночеловеком, являются аналогами живых организмов в биосфере. И они, как и живые организмы, обмениваются с окружающей средой энергии, информацией и веществом. Поэтому также, как и организмы, неизбежно должны преобразовывать окружающую их природу. Только с точки зрения биологии происходит техногенное загрязнение окружающей среды. С технической же точки зрения станок, завод, фабрика, электростанция и транспорт ничего не загрязняют. На входе у них сырье и материалы. На выходе готовая продукция или услуга, например, энергетическая, информационная или транспортная. И преобразованное исходное сырье за вычетом готовой продукции и услуги. Которое, естественно, попадает туда же, откуда и было взято. В окружающую среду. Избежать этого невозможно принципиально. Создать замкнутые, абсолютно зеленые, инженерные технологические циклы, о чем мечтают экологи, чтобы таким образом решить все экологические проблемы на планете, также принципиально невозможно. Это примерно то же самое, как искать способ запретить корове, наряду с необходимыми нам продуктами, мясом и молоком, вырабатывать также и отходы, мочу, навоз, метан и СО2. Даже биосферу в целом нельзя назвать замкнутой системой. Она открытая система, и именно поэтому преобразила ранее мертвую землю. Замкнутой является лишь система земля-биосфера. Но даже и эта система не совсем замкнута, так как поглощает энергию Солнца и космическое излучение, космическую пыль и метеоритное вещество. И излучает в космическое пространство ночью техногенный свет и круглосуточно радиоизлучение. Даже вся техносфера, а не отдельный станок, завод или фабрика, в условиях отдельно взятой планеты, не может быть замкнутой системой. Техносфера неизбежно будет преобразовывать планету в ее биосферу. Но в какую сторону? Кислорода, содержащая атмосфера, не нужна техносфере. Поэтому, например, уже сегодня промышленности и транспорт США потребляют больше кислорода, чем вырабатывают его зеленые растения на территории этой страны. Американцы живут в долг. Они потребляют кислород, вырабатываемый российской тайгой и джунглями Амазонки. Техносфере также не нужна и живая плодородная почва. Поэтому на планете все меньше и меньше плодородной земли, а все больше и больше отвалов, шлака, золы и терриконов. А ведь здоровая плодородная почва, такая как чернозем, в килограмме которой проживают порядка триллиона микроорганизмов нескольких тысяч видов, по своей сути является иммунной системой всей земной биосферы. Именно здесь начинается пищевая цепочка для большинства живых организмов на планете, и здесь же заканчивают свою жизнь все вирусные заболевания, в том числе самые смертоносные. Именно микроорганизмы, у каждого из видов которых своя узкая специализация, создают универсальное питание для растений – гумус. Всевозможные нерастворимые соли гуминовых кислот, иначе дожди и грунтовые воды вымыли бы все питание из почвы. Другие виды микроорганизмов распечатывают эти своеобразные консервы, органические соединения, в которых содержится весь набор необходимых для жизни химических элементов, около 80 из таблиц Менделеева, в виде тысяч специфических и очень сложных органических соединений, а не простых химических соединений типа химических удобрений. То есть переводят гумус в растворимую форму и таким образом кормят растения. Но человек стал убивать почвенную микрофлору и микрофауну, то есть иммунную систему биосферы, пахотой минеральными удобрениями, гербицидами и пестицидами, асфальтом и терриконами. И очень скоро биосфера планеты уподобится больному спидам с ослабленной иммунной системой, которая может умереть от любой ранее безобидной болячки. Кислотные дожди, смог, повышенный уровень радиации, разрушение озонового слоя планеты и тому подобное – все это следствие существования индустрии. Можно лишь замедлить процесс преобразования земной природы, биосферы, но остановить его нельзя. Техносфера занимает ту же экологическую нишу, что и биосфера в целом. Станки, машины, механизмы, технические устройства размещены в толще земли, воды, воздуха и активно с ними взаимодействуют. Экологические проблемы в последнее время обострились лишь потому, что техносфера по своей энерговооруженности, то есть по возможности преобразовывать окружающую среду, приблизилась к биосфере в целом. Например, сейчас биосфера в процессе фотосинтеза воспроизводит в год около 150 миллиардов тонн сухого органического вещества, что в пересчете на топливо всего на порядок больше годового потребления энергии всей техникой, имеющейся в распоряжении земной цивилизации. А объем перемещаемого и перерабатываемого техникой грунта, угля, руды и других видов сырья уже вплотную приблизился к объему производства органического вещества биосферой. С биологической точки зрения человечество, как вид живых существ, есть ребенок, которого родила биосфера с общей биомассой около 500 миллионов тонн, из них примерно 350 миллионов тонн составляет вода, не представляет собой никакой опасности для планетарной экологии с общей массой живого вещества в биосфере около 2,5 триллионов тонн, из них около 1,8 триллионов тонн вода, так как это составляет менее 0,02%. То есть своим обменом веществ и гомеостазом цивилизация, как общность людей, как открытая биологическая система, менее значима для биосферы планеты, чем какая-либо плесень, имеющая большую суммарную массу. Глобальные проблемы создает на самом деле гомеостаз совсем другого ребенка, того, которого породил Homo technocraticus. И называется этот ребенок индустрия. Он очень быстро растет. У него неуклонно увеличивающийся аппетит, да и масса его, во многом это никому не нужный индустриальный жир, приближается к массе живого вещества на планете. Недавно обнаружен еще один виновник глобального потепления – биткоин. Затраты электричества на поддержание неоптимальной платежной системы биткоина уже составляют около 1% от всей мировой энергетики. Одна транзакция требует столько же энергии, сколько тратит в месяц средняя семья в Нидерландах. Если темпы роста сохранятся и суть этой неоптимальной информационной технологии не изменится, то в ближайшей перспективе майнинг будет потреблять до 100% общемирового производства электроэнергии. Таким образом, не только материальные, связанные с переработкой вещества, но и информационные технологии наносят все более ощутимый вред окружающей среде. Хотя сама информация и нематериальна, однако она хранится и обрабатывается на материальных носителях, что, собственно, и создает экологические проблемы. Кардинальный выход из сложившейся ситуации только один. Необходимо предоставить техносфере экологическую нишу вне биосферы. Это обеспечит сохранение и развитие биосферы по тем законам и направлениям, которые были сформированы в течение миллиардов лет эволюции, а также гармоничное взаимодействие общностью людей, как биологических объектов, с биосферой. Такой экологической ниши для техносферы на Земле нет. Однако она есть в ближнем космосе, на расстоянии 300-500 километров от поверхности планеты, где для большинства технологических процессов имеются идеальные условия. Невесомость, вакуум, сверхвысокие и криогенные температуры, неограниченные сырьевые энергетические и пространственные ресурсы и так далее. Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости индустриализации космоса, если и в будущем земная цивилизация будет продолжать технологический путь развития. Для широкомасштабного освоения космоса у человечества не так уж много времени, так как по целому ряду прогнозов из-за технократического гнета на биосферу, ее необратимая деградация, а с ней и деградация человеческого рода, начнется через два поколения. Это станет точкой невозврата для технократической цивилизации земного типа, уже никакие меры не помогут ей повернуть вспять. Человечество не имеет опыта индустриального освоения околоземного космического пространства. Да и какой должна быть космическая индустрия? Каковы ее функции, каковы объемы и виды вырабатываемой продукции? Где в основном будет потребляться эта продукция? В космосе или на Земле? Вопросов может быть задано множество, и на них нельзя дать однозначные ответы сегодня. Любой ответ может быть верным и неверным одновременно. Все будет зависеть от тех конкретных путей развития избранных земной цивилизацией в будущем при широкомасштабном освоении космоса. Действительно, объективные причины, отмеченные ранее, экологические ограничения, исчерпаемость земных, сырьевых, энергетических, пространственных и других ресурсов, опасность перегрева атмосферы и глобальных негативных изменений климата и тому подобное, должны в будущем переместить сферу материального производства почти целиком в космос. В то же время человечество, как биологический вид, как и любой другой вид живых организмов на нашей планете, является продуктом 4 миллиардов лет эволюции в земных условиях. Мы идеально подогнаны к земной силе тяжести, магнитному и электрическому полю Земли, земному воздуху, насыщенному фитонцидами от цветущих растений, земной родниковой воде, содержащей необходимые нам микроэлементы, земным продуктам питания, выращенным на земной живой плодородной почве и еще многому другому земному, о чем даже не подозреваем, но без чего не сможем существовать не только сегодня, но и в обозримом будущем. Нигде в огромной Вселенной для нас, землян, не может быть более подходящих условий, чем на нашей прекрасной голубой планете. Поэтому основной потребитель продукции будущей космической индустрии, а это порядка 10 миллиардов человек, будет находиться на Земле. Индустриализация космоса означает создание на орбите условий для производства различных материалов, энергии, машин, получения новой информации, осуществления технологических процессов, научных экспериментов. Следовательно, неизбежен значительный грузопоток между потребителем материальной продукции, человечеством, живущим на планете, и производством этой продукции, размещенным на околоземной орбите, как можно ближе к потребителю, чтобы улучшить геокосмическую логистику. Поскольку человек в первую очередь материален, то потребление им продуктов, как поддерживающих его жизнедеятельность, пища, вода, воздух и другое, так и индустриальных, телефон, компьютер, холодильник, телевизор, автомобиль и так далее, связано с его эргономикой. Поэтому годовое душевое потребление промышленной продукции и в будущем должно быть соизмеримо с массой человека. Для 10 миллиардов человек этот показатель составляет не менее 100 миллионов тонн в год, или 10 килограммов на одного индивидуума. Самое узкое место грядущей индустриализации космоса, когда земная цивилизация может стать поистине космической, геокосмический транспорт. Даже в самых смелых прогнозах известные геокосмические транспортные системы, ракеты-носители, космический лифт, электромагнитная пушка и другое, способны перевозить в год всего несколько тысяч тонн грузов по маршруту Земля-орбита Земля, что в десятки тысяч раз меньше требуемых менее одного грамма в год на каждого жителя планеты. Если мы были бы, например, цивилизацией микролилипутов и весили бы в пределах одного грамма, то такие объемы перевозок нас вполне устроили бы. Однако для цивилизации земного типа это неприемлемо. Если в ближайшее время не будут найдены решения данной проблемы, нашу земную технократическую цивилизацию ждет судьба плесени в чашке Петри. Съев все ограниченные ресурсы и отравив ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности, она погибнет. Это лишь вопрос времени, но это произойдет рано или поздно.